Этот проект, участие в проекте, дало ту необходимую поддержку, которая, наверное, многих стопорит на моменте принятия решений, идти работать в школу или нет. Подали заявку, и результатом стало, что несколько коллег проходили собеседование, и наши взаимные интересы совпали. В настоящий момент у нас один из педагогов отработал уже год. Для молодых учителей это, во-первых, проверка своей выносливости, своих знаний, во-вторых, это общение с безумно интересными людьми, и заряд, который от них получает молодой учитель, он как-то заставляет двигаться дальше и свою профессиональную деятельность как-то доводить до такого же успеха, как они. Как сказали, мое самое лучшее качество на моменте этапа прохождения проектов — это чувство юмора. И мне сказали, что если у вас есть чувство юмора, значит, вы можете идти работать в школу. Прежде всего нужно быть интересной личностью, то есть знание предмета — это прекрасно. Общий кругозор, интересное хобби, привлечь как раз в разговоре на уроке к этому аспекту. Дети скажут, о, нам тоже это нравится, завязалась беседа, они уже тебя принимают в свой круг. Педагог, помимо этого, должен быть, конечно, креативным, потому что к нему тянутся дети, он должен владеть методами проектно-исследовательской работы, потому что проектирование — это важная составляющая. Мы же передаем, какие мы, да, такие и дети у нас. Вот это важно, чтобы ребенок настолько к тебе был расположен и ты к детской аудитории, тогда все совпадет, и тогда твой предмет воспринимается прекрасно. Колоссальное влияние этого проекта, потому что это огромная поддержка со стороны этого проекта университета и кураторов. И, наверное, какое-то ощущение того, что ты не один, ты пришел в школу, тебе есть к кому обратиться, потому что в школе, когда приходит молодой учитель, ну, на него так сразу не обращают внимания, и некому подойти и узнать какую-либо информацию. Вот тут была возможность обратиться к кураторам и найти ответы на все вопросы. Иногда не хватало практики, теории, да, все отлично, нас снабжали литературой и различными ссылками, полезными статьями, но это иногда тебе не помогает, когда ты сталкиваешься с реальными детьми, с реальными какими-то проблемами. Вот это вот моя мечта, она немного, конечно, была такая, ну, розовая детская мечта, что в школе там все слушают учителя, все прекрасно, все хорошо, слаженно. На самом деле, когда сталкиваешься с реальностью, то это абсолютно другой мир, это что касается и коллектива школьного особенности, общения в нем, и общения с детьми, особенность построения урока и поддержания дисциплины, это очень сложно. На самом деле, в первый год работа в школе кажется, что все поражает, потому что все незнакомо. Любая работа тяжела, когда ты первый год выходишь на работу, потому что это что-то новое в моей жизни. Все новое, оно всегда тяжело. Если оно нравится, то любая тяжесть, она переходит в удовольствие и легкость. Дети не такие, какие я их себе представляла, они не всегда слушаются, не всегда способны с первого раза услышать, и учитель не всегда для них это бог и царь. Но, тем не менее, все это преодолелось, я ко всему привыкла и, в принципе, уже поняла, что все это нормально, и можно преодолеть, если человек сам как-то это старается сделать. Мне очень помогла поддержка со стороны проекта в плане информации в группе Facebook, в которой мы все состояли, потому что было интересно заходить, читать, узнавать для себя что-то новое. Я могу даже сказать, что я использовала в своей деятельности некоторые советы, и было хорошо в том плане, что мы могли обмениваться каким-то опытом. Очень были полезны, и мне очень нравились лично встречи с участниками проекта, потому что это вот эта атмосфера, когда ты со своими коллегами, которые, в принципе, в такой же ситуации, в которой ты, это первый год работы в школе, делятся своими впечатлениями, своими трудностями. То есть даже не сколько тот преподаватель, который был на этих встречах, сколько вот эти вот коллеги, которые могут сказать, что ты не одна такая, у нас точно такие же проблемы. Это немного облегчало груз, который был у меня на тот момент. Чем больше конкурсных процедур каких-то студент проходит на выходе из образовательной организации, имеется в виду высшего образования, тем больше и в его голове складывается, что данная профессия наиболее престижна. То есть тоже как такой положительный мотивирующий эффект для участия в данном конкурсе. И, естественно, результат. Если бы я была организатором такого конкурса, я бы, безусловно, оставила ту структуру, которую предложили нам в этом году, но, наверное, добавила бы некоторые элементы. Например, посещение кураторами, ну или кем-либо еще, уроков. В следующем году будет проще, потому что я, в принципе, поняла, что требуется, в какие сроки и в какой форме. Мне кажется, что у нас в коллективе наши молодежи хорошо, потому что они от нас не уходят, а наоборот приводят с собой. Я никак не рассчитывала вообще в такие сроки и именно в этот этап моей жизни стать учителем. Все-таки я считаю, что это та профессия, которой я хотела бы себя посвятить.